Слушай, ты сегодня идешь на матч «Братцы»? Да. Ты знаешь, настолько этот медиафутбол стал всеобъемлющим, что даже меня туда позвали. Говорит, Сергей, придите, я с ним родитель одного из футболистов. Наших? Нет, «Братцы». Братцы. Но я сказал, что я с Константином пообщаюсь на профессиональном футболе. Ну что, у тебя сегодня... Не знаю, буду играть или нет. У тебя был сегодня какой-то опыт, у тебя Дивеев сидел. Что это? Тебе понравилось или что ты можешь сказать? Слушай, ну мне нравится, что клубы идут на встречу по всяким активностям, по движу. Да. Там было ограничение. Я могу сразу сказать, что мне не нравится. Мне не нравится задействование действующего игрока в дерби, в комментарии матча. Поясни, почему. Ну, слушай, у нас и так болельщики очень остро реагируют на любое высказывание. Подразумевают какую-то предвзятость, отсутствие нейтралитета и так далее. И когда действующий игрок одной из команд появляется в эфире, если он в перерыве закрывает, то перед игрой, после игры, то топ. Но когда комментирование, мне кажется... Ты имеешь в виду, что он за собой тянет симпатии и твои? Нет, не мои. Скорее, просто со стороны Динамо, ну вот болельщик Динамо, да, он может сидеть и сказать, что... Ну, я не знаю, там вправе я говорить, не надо мне вообще это говорить. Он может сидеть и говорить, а почему? А где Динамовский? А я, болельщик Динамо, сел посмотреть матч с комментатором, который не тянет ни туда, ни сюда. Он должен быть нейтральным. Таким я стараюсь быть. Но когда приходит игрок в ЦСКА, ну, разумеется, он, ну, так скажем, плохо про одних не будет говорить. Будет только хорошо про других. Не знаю, правильно это или нет. Мне нравится сама идея, что в таких матчах можно задействовать игроков. Ну, я бы еще под форматом подумал. То есть, вот закрыть им перерыв, вот прямо целый перерыв, да, это было бы нормально. Или какую-то перекличку между ним и Писаревым было сделать. Это было бы, мне кажется, правильнее, чем комментировать. Ну, хотя, если он сам хотел попробовать... Скажи, ты поддерживаешь восторг от Фуизулаева? Да. Ну, видно, что еще как бы не хватает силенок на все время, но поддерживаю, да. Но у тебя нет ощущения, что парень играет первый сезон? И гораздо важнее, да, гораздо важнее будет посмотреть, как будет второй играть. Не, ну, конечно, гораздо важнее. Конечно, класс надо подтверждать. Конечно, на дистанции только все как бы встанет по своим местам. Но если мы говорим здесь и сейчас и отталкиваемся от того, что здесь и сейчас, то, разумеется, его прогресс, его открытие в нынешнем сезоне нельзя проходить мимо и нельзя не отмечать. Потому что все знают, ну, понимаешь, когда он вышел с крыльями, никто не знал. Когда он там с Ростовом еще, наверное, так, ну, свежачка. А сейчас уже все знают, что Абос Фуизулаев ведет игру ЦСКА. В нужных зонах получает мяч, открывается, обостряет. Ну, тебя удивляет то, что не бьют его? Вот, меня удивляет, что, во-первых, не могут поймать, и меня удивляет, что под него, ну, как бы в первом тайме ничего не придумали. Но тут надо понимать, не только как бы качество самого Фуизулаева, а то, что справа, при всем уважении, Шевлюк не всегда успевал по темпу. Макаров не очень хорошо отрабатывает в обороне, Фомин ни два, ни полтора, ни туда, ни сюда, как бы не успевал. То есть в этой зоне еще туда должен был Бальбоэна смещаться, и он тоже не понимал. То есть вот там, с этого фланга, вот сквозило, будь здоров. Что произошло во втором тайме, либо силы закончить. Ну, вот этот момент, который у него был, когда ошибся Лещук, когда Обляков перехватил в самом начале тайма, вот этот момент надо было, конечно, забывать. И 3-1 уже была бы совсем другая картина. Ну, это если бы, да как бы. Но то, что под него не было особого плана, и то, что не успевает его поймать, чтобы где-то отоварить, где-то его чуть-чуть приземлить, этого нет. И это для меня странно. Я думаю, что Карпин наверняка что-то постарается придумать. Ну, я уделяю, что другие не придумали. Слушай, ну и на этом фоне, обрати внимание, что как-то вот Тюкавин гол плюс пас, но как-то о Тюкавине не говорят гол плюс пас. Ты сказал, да, в репортаже? Да, я сказал, что он безостановочно носился, и я, честно говоря, удивлен, что Писарев выбрал Бетелу лучшим игроком. Потому что, ну, по-хорошему, если претендует Бетелла, автор дубля, разумеется, Фейзулаев гол голевая. Да. Но Тюкавин тоже гол голевая. Так, и победный мяч. И то движение, которое он показал, какое количество у него моментов было, как он просто затерроризировал своим движением постоянным всю тройку игроков обороны в СССР. Я, честно говоря, просто возмущен. И мне казалось, что, ну, слушай, выбор эксперта, он всегда максимально где-то субъективен. Но, как человек, всегда радующий за российских игроков и игроков сборной, я был уверен, если Писарев выбирает, а выбирал, насколько я понимаю, он, то он должен выбрать Тюкавина. Победный мяч, скидка под второй мяч Бетелла. Ну, и очень, вообще, полезная игра. Полезная игра. А ты обратил внимание, как Динамо в концовку доиграла? То есть, мы же помним, как они, сколько они очков потеряли. Да, как они 8 очков потеряли из-за того, что там они не могли сохранить. Вот что ты думаешь об этом? Что изменилось? Я даже сказал, когда бежал был момент, у меня сразу перед глазами Динамо, Нижний Новгород, когда никто назад не бежал, и у Нижнего 6 или 7 человек бежали. И вот так пришли 1-0. И когда он пяткой забил. И здесь был момент, когда ЦСКА бежит по флангу, а я-то вижу всю картину, и я вижу, как бежит, наяривает назад на Гамалёна. И я говорю, что вот что-то изменилось у Динамо, как ускоряется назад. И я даже сказал в конце тайма, что мне кажется, за тайм сегодня Караскаль пробежал больше, чем за все предыдущие матчи Динамо. Но ты вот обратил внимание, что у Динамо... Он вышел вообще другой. Вот это был тот Караскаль, который вот всех восхищал в игре за ЦСКА, когда говорили, что самый лучший дриблер, кто в чемпионате. Это, скорее всего, Караскаль. Вот он умеет, просто непонятно, почему с Федотовым у него какие-то терки. Но он умеет играть. Слушай, не просто так он в составе выходит на матч Колумбии против Бразилии. Не просто такого вызывает сборная. Он умеет играть. Просто надо с ним как-то уметь договариваться, уметь его правильно настраивать. И личка перед игрой уже рассказала, что он с ним поговорил. Он поздно приехал. Присыл, ты выйдешь или нет? Он говорит, я очень плохо спал. Вообще, мне как бы выходить лень, и я не выйду. Ну, в итоге, видишь, его ко второму тайму подготовили. И вот эта какая-то мотивация, какая-то сверх выйти на матч ЦСКА, она у него видно прямо сквозь. Ну, вот из него шла. Ты не считаешь, что вот этот матч это показатель того, что ЦСКА просто не хватает скамейки? У этих выходят двое и решают во втором тайме? Этот матч, это наглядная демонстрация, что ты можешь быть каким угодно, тренером, супертренером. И даже если у тебя команда там суперготова физически, и все прекрасно понимает, но если у тебя силенки иссякают, а соперник, потратив немало денег, обладает товарищ скамейкой, хотя у Динамо сейчас проблем с травмированными не меньше, то есть они сделали сразу после перерыва двойную замену, там дальше-то уже того, пускай, Гладышева нет, Лисовой мог выйти, не помню, кто там еще травму получил, а Грулева нет, тоже травмы, Даса нет, Бессмертный нет, это все травмы, но как бы у них все равно скамейка поглубже. Там даже список есть смотреть по заявке, там у Динамо вот так, а у Динамо вот так. Тетрис другой. И, соответственно, конечно, если ты хочешь на долгой длине дистанции, особенно когда у тебя футболисты уезжают, то, безусловно, тебе нужна скамейка такая достойная. Слушай, ты поддерживаешь трактов Михаила Михайловича в Самаре, что это было блядство? Как ты это понял, высказывание? Потому что я вот слушал-слушал, и я скорее понял то, вот, возможно, я ошибаюсь, он скорее упирал, ну, только это надо проговаривать, то, что поставили питерского судью, то, что следующий мат с Зенитом, и то, что он говорил про желтые карточки, то, что могут быть удалены футболисты, и они не сыграют с Зенитом. Я его так понял. Возможно, я ошибаюсь. Ну, вряд ли он именно это имел в виду, потому что по-хорошему Глушенкову можно было удалять. Когда он сел, да, на Иракатомичную? Ну, да, ну, как бы, имея желтую карточку, там сразу весь стадион загудел. Да. Ну, так ехать.